МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не просто коллекционирует копии боевых машин, но и сам их собирает. Здесь представлены все основные танки советской армии времен Великой Отечественной войны и немецкой армии. Это очень точная модель танков. Конечно, с ноткой ностальгии собираешь вот эти танки ИС-2, ИС-3, которые выпускались у нас на ЧТЗ во время Великой Отечественной войны. Корпуса и башни лились на станкомаше, где у меня дед работал, в Мартеновском цехе. Серьезным это увлечение стало лишь последние три года, но интерес к теме проявился гораздо раньше. Я с детства и в детстве увлекался поклейкой этих танков. И, в общем-то, мечтал всю жизнь стать офицером-танкистом. И моя первая специальность, я закончил Челябинский политехнический институт, именно по специальности гусеничные машины специального назначения. Папа у меня тоже служил в танковых войсках, мама работала в оборонке. Так что, в общем-то, как-то это своего рода реализация действительно детских меч. Мечтам о военной карьере не суждено было сбыться. Но имя нашего героя теперь на афишах театра. И рядом обязательное слово «художник». А вот танки его монохромны. Мне красок и раскрашивания хватает на основной работе. Поэтому в хобби хочется все это сделать так более строго. Вся раскраска и эмблема. Ну, как-то скрадывают истинную красоту, да, машины. Красоту и мощь боевой техники совсем недавно оценили зрители нового российского патриотического блокбастера Т-34. Владимир Вячеславович уверен, что такие фильмы очень нужны. Но у него совсем другие акценты. На фильм смотришь, в первую очередь, с точки зрения профессионала не только и постановки, но и даже исторических моментов, даже технических моментов, которые многие постановщики фильмов просто элементарно могут не знать, да. Ну и, естественно, в фильмах там есть такие ляпы, которые, ну, просто вот для профессионала налицо. Подъезжают к бензозаправке, и механик-водитель кричит заправщику. Эй, прыц! Дизель до полного! В Германии в то время такого быть не могло. Во-первых, на бензозаправках дизельного топлива никогда не было, потому что весь дизель шел только на подводный флот. Собирая модель за моделью, Владимир Вячеславович все так же по-мальчишески увлечен. Для меня интересно, да. Чем сложнее модель, тем больше деталей, тем мне интереснее. И мечты свои он реализовал далеко не все. В перспективе вот недостроенный танк, это вот первый немецкий танк Т-1, который был разработан в 30-е годы. Смотрите, как у него прям вставляется двигатель. Вот, кстати, очень классная модель, очень она подробная. Полностью воспроизведен интерьер, и двигатель, и трансмиссия, и сидение механика-водителя. То есть вот такую вот модель собираешь, и вот прям вот душа поет.